Всем привет! Меня зовут Алексей Шанин. Многие из вас наверняка видели целую кучу моих видео с Волги, с Лиманов, из разных причем частей Волги, с Дальнего Востока, когда я ловил змей-головов больших тайменей. Но при этом абсолютно ни одной программы не было снято на родной Кубани. Хотя я живу в Краснодаре, и чтобы порыбачить на этой великолепной реке, никуда ехать абсолютно не нужно. Я решил исправить эту историческую несправедливость, и сегодня предлагаю порыбачить вместе со мной на моей родной реке. Река Кубань, на правом берегу которой стоит Краснодар, берет начало в горах у Седовласова Эльбруса. И на протяжении 870 километров несет свои быстрые воды в Азовское море, впитывая по дороге почти 14 тысяч ручьев и речек. Происхождение названия приписывают и половцам, и древним грекам, и карачаевцам, но во всех случаях смысл остается примерно одинаковым. Река быстрая, беспокойная, сильная. Мы решили не упрощать себе задачу и попробовать половить жереха. Начало лета – это не его время. Сейчас рыба распределяется по реке, и больших котлов с твойственных осени не образует. Придется искать речных коней поодиночке. Тем интереснее. Начнем поиски вдоль берегов с нависшими кустами. Там, где много малька, там и жерех. Есть, есть. Вот почти сразу удалось какую-то рыбку поймать, но это что-то небольшое, потому что поклевка была очень слабая. Хотя с утра даже такая не сильная поклевка, и, как видно, некрупная рыба очень приятна. О, смотрите, кто это, какой обитатель Кубани. Не часто получается половить в черте Краснодара эту рыбу, а это на самом деле не жерех, который я планировал поймать, а вот такой очень даже неплохой галавль, кубанский галавль. Ну что, прикольно. Вибы тоже эта рыба потребляет с очень хорошим аппетитом. Класс. Ну, все-таки хочется поймать жереха, а в Кубани он есть и довольно неплохой. Сразу признаюсь, что в предыдущие дни я половил его очень даже неплохо. Можете это даже по моему инстаграму посмотреть. Всех трофеев я выкладываю именно туда. Но, надеюсь, на камеру я тоже смогу что-то поймать. Может сложиться впечатление, что мы где-то далеко от людей. Но на самом деле Алексей ловит прямо в центре миллионного города. Можно назвать это стритфишингом с полным основанием. Давление человека на природу тут высокое. И без того осторожный жерех превращается в неуловимого призрака. И поклевки носят одиночный характер. Знаете, рыбалка в черте города – это такой необычный контраст. Всего лишь в сотне метрах от меня плещутся люди, купаются. Вот пляж прям по правому борту. А я вот занял точку, где регулярно в течение многих лет выходит на кормежку жерех. Это известное место. Ну, так как оно известное, я называть его не стану, потому что оно и так слишком известное, во всяком случае, среди жрешатников города Краснодара. Примечательно оно тем, что здесь остров. Вот основное русло Кубани, туда уходит протока. А вот сюда, на верхнюю косу этого островка, выходит постоянно мелочь, мальки. И вот этих мальков здесь бьет жерех. И он здесь держится фактически все время. Ну, вот я несколько ударов на поверхности уже видел. И буду пытаться сейчас этих жерехов здесь поймать. Но из своей обоймы четырех спиннингов я взял удилище, которое оснащено вот таким 15-граммовым пилькером. И эта приманка самая настоящая классика для таких вот кос. Поскольку глубина подо мной всего лишь полтора метра. Очень сильное течение. И, собственно, тот жерех, который здесь крутится, он изначально нацелен на то, чтобы покормиться. И пилькер для него в данной ситуации самая лучшая приманка. Поэтому из четырех своих изготовленных спиннингов я беру именно тот, который с тяжелым пилькером. Поехали! Да, к тому же он еще и улетает очень хорошо. Можно бросать на большое расстояние. И довольно скоростная проводка. Просто прямая, монотонная, без всяких изысков, без остановок. Он и так, если есть, клюнет. Есть! Ну, судя по удару, что-то совсем небольшое. Может, это и не жерех, а какой-нибудь судачок. Здесь, кстати, в Кубани такое бывает. Так, кто это? Нет, жерех. Жерех, но жерех такой, скажем, начинающий, не гигантский. Вот он, вот он. Такого, наверное, можно и так поднять. Да, жерех начинающий, но жерех кубанский. Собственно, правильно прочитанное место, правильно подобранная под него приманка. И вот он, закономерный результат. Сейчас, конечно, не столь велик трофей, но если делать все именно так, как я вот сейчас вам показал, то обязательно будут трофеи погруппнее. Хотя, с учетом того, что мы чуть ли не в центре города, это очень неплохой результат. Сейчас отдышится, пускай. Давай. Эй, вода теплая уже. Ну, обычно, все-таки, когда клюет, тем более, с первого заброса, такая небольшая рыба, рассчитывать на поимку большого не приходится, поскольку вот такие небольшие жерехи, они обычно держатся стаями. А мы добавим к рациональным словам Алексея, что есть такая примета. Поймал с первого заброса, сглазил место. И правда, немного подождав и не дождавшись новых поклевок, мы уходим дальше вниз по реке. Урбанистические пейзажи, сменяя друг друга, сопровождают нас к следующей точке. И вот, кажется, пришли. Город рядом, но его как будто бы и нет. Алексей сначала поставил уокер. Однако, появившаяся в изобилии пена сделала ловль на поверхностные приманки не очень комфортной. Ну, давай же, съешь моего волкера. Не хочешь? Но на сей счет, я думаю, надо менять снасть. Точнее, приманку, но чтобы это было быстрее, снасть. Вот смотрите, свисающее над водой дерево, под его ветвями бьет жерех. Я ему несколько раз туда забрасывал уокер, но реакции никакой, абсолютно. Игнор, но при этом только приманка падает, следует атака малька. Следовательно, нужно поменять приманку. И здесь вариантов у меня лично в голове два. Либо поставить виба, либо пилькера. Можно виба, но им довольно тяжело будет попасть вон в ту дырочку под самыми кустиками. А туда очень важно попасть, потому что рыба стоит именно там. А вот при помощи пилькера у меня это получится. Давайте попробуем. Замена у меня много времени не занимает. Так, а ну-ка. Опа, как! Прямо с подскоком. Есть, есть, есть! Вот только у меня приманка упала, и на шлепок сразу отреагировал жерех. Вот именно по этой причине поверхностные приманки, конкретно по жереху, работают очень и очень хорошо, поскольку его взор всегда прикован к поверхности. И все, что происходит у поверхности, все, что падает на воду, привлекает его внимание. Но это жерех, наверное, не очень крупный. Сейчас глянем. Хотя, кто его знает, поклевка была прям такая знатная. Ух, сдаваться не хочет. О, все, воздух хапнул, нет? Ух, вот он, красавец. Жерех. Главное, жерех. Жерех, жерех. Иди сюда, иди сюда, жерех. Ох, красавец какой, смотрите. Светленький, беленький, красивенький. И пилькер съел. Красота. И заметьте, клев-то ни разу не хуже, чем где-нибудь на Волге. Есть в Кубани жерех, и все это происходит в черте города. Рыба неплохая. Круто. Пока-пока. Да, прям радует, что есть жерех в Кубани, его немало, и однозначно гораздо больше, чем у судака. Хотя я по свинатуре довольно равнодушен к судаку, мне его не особо интересно ловить, конкретно джигом. Когда он ловится хорошо на Воблер, это прикольно, а вот джигом надоедает. Сегодня для Кубани у меня заготовлен довольно большой арсенал, что непривычно для моих рыбалок. Обычно я определяюсь с приманками быстро, и беру ограниченное количество удилищ, чтобы просто не захламлять палубу лодки. Но сегодня особый случай, потому что мне приходится ловить в абсолютно разных условиях, при том, в достаточно запрессованной реке, где рыбы не очень много, и исходя из этого, приходится постоянно менять приманки, предлагать жереху то пинкер, то волкер, то воблер, в общем-то, большой ассортимент разных приманок. Но, как известно, жерех очень быстрая рыба, и реагировать на его всплеск нужно моментально, потому у меня нет времени на замену приманки на одном удилище, и лежит заготовленное с нужной приманкой уже в боевом положении. Если жерех где-то ударил на удалении, я бросаю удилище с воблером, хватаю тот же спиннинг с пинкером и забрасываю туда, где ударил жерех. Это очень хорошо выручает. Ну, раз уж я сказал за приманки, то основных три разновидности приманок, которые я буду применять, это вибы. Волкеры, они очень хорошо работают на Кубани, потому что, сами видите, течение очень сильное, и эти воблеры буквально созданы для условий сильного течения. Волкеры, ну, куда без них, поскольку сейчас лето, и жерех гоняет малька по поверхности, поэтому волкеры в это время, ну, в принципе, одни из самых эффективных приманок. И, конечно же, пилькер на тот случай, если я где-то на удалении увидел, что ударил малька жерех, тут же хватаю этот спиннинг и отправляю приманку туда. Мне кажется, очень эффективная методика, которая позволяет реагировать на меняющуюся ситуацию на воде мгновенно и экономить время. Если бы я сейчас находился на Волге, я бы сказал, наверное, классика жанра. Смотрите, есть нависающие кусты над водой, даже лежащие в воде стволы деревьев. Это говорит о том, что здесь обязательно должен присутствовать жерех. И, опять-таки, если бы я был на Волге, я бы сказал, что здесь есть крупная рыба. Но в силу того, что я нахожусь на Кубани, утверждать не стану. Но буду предполагать. Моим помощником в этом месте выступит, скорее всего, Уокер. Во всяком случае, я с него начну, а потом перейду на другие приманки. А какие здесь можно было бы еще использовать, помимо Уокера? Конечно, здесь течение очень сильное. Кубань-река горная. Поток здесь очень серьезный. Поэтому можно использовать и вибы, и тяжелые пилькеры. Кстати, под нами глубина 10 метров. Ну, туда пускать ничего не нужно. Это я так просто к слову сказал. И можно использовать, конечно же, всевозможные воблеры. Те же самые Minnow. Но дело в том, что, когда жерех активен, он охотится преимущественно в поверхностном слое воды или у поверхности, выдавливая малька наверх. Ну, наверное, исходя из этого, я и решил использовать для начала поверхностную приманку. Но, опять же, начну я с него. А потом посмотрим, что поставлю в дальнейшем. Забросы здесь нужно делать прямо к самому берегу, потому что отвесный свал, он уходит фактически до самой максимальной глубины. И вот как раз в этой зоне наиболее велика вероятность поклевки жереха. Поскольку он занимает место в укрытии. А укрытием в данном случае ему служат не только ветви, но еще и сам свал, уходящий в большую глубину. Ну, я честно вам скажу, я видел, что здесь жерех малька ударил, поэтому сюда и встал. Не могу оценить его размер, но судя по тому, как разлетелся малеку, какой был всплеск, рыба достаточно серьезная. А-а-а, вот он! Вот это поклевка, взрыв на поверхности! Просто вега круто! Не хуже, чем на Волге. Я не знаю, что там за размер, но хороший жерех. Прям такой взрыв на поверхности. Я испугался, честно, можно так и из лодки выпасть. О-о-о! Ой, блин! Сейчас, подождите, извините. Эмоции, эмоции, рыбалка, это такое дело. Так, надо фрикциончик подрасслабить, потому что сейчас, я так чувствую, он мне здесь выдаст сопротивление. Я вот уже поднять не могу. На сильном течении как-то он встал так интересно поперек, и не поднимается. Ну, давай, кубанский жерех! Кубанский, кубанский, не волжский, ребята, кубанский! Это круче, чем волжский, потому что в Кубане с жерехом сейчас прям совсем плохо стало, а здесь какая-то рыба прям крупная. Смотрите, не хочет даже подниматься. Ооо, красавец какой! Прям такой, знаете, не стыдный размер волжский. Давай, дружище, поднимайся! Крутой, крутой, крутой! Ооо! Я не знаю, такое ощущение, что я сплю в Кубане таких жерехов сейчас, половить огромный город, вот он прямо у меня за спиной, и такая рыба клюет, пощипаю себя. Нет, нет, не сплю! Нет, не сплю! Класс! Так, ну что? Давай, дружище, сдавайся, поднимайся! Да, конечно, с такой рыбиной на течении кайфово повозиться! Еще и палочка такая у меня, не сказать, что прям деликатная, но изящная, изящная! Вот прям хорошее слово для психогана! Класс! Давай, 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 подходи, подходи! А ну-ка! Так, как ты там моего факедога съел? Да ладно уже выделываться! Все равно я тебя в руки возьму! Ать! Не хочет! Ах! Ах! Да, хорошая рыба! Очень даже приличная для Кубани! Такого жереха поймать, это круто! И смотрите, на сей раз сработал уокер, поверхностная приманка, зибейтс, факедог! Вот именно с этим классом приманок у меня замечательно все получается на Волге! Довольно длительное время я не мог подобрать правильный ключик Кубани, но, как видите, на ваших глазах я, что называется, въезжаю в тему и буду стараться развивать эту тематику дальше. Есть! 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 А, сошел! Аааа! Хороший жерех! Зараза! А чего он сошел-то? Короче, блин! О-ой-ой! Стой! Это сом, что ли? Потому что это не жерех точно! Такой удар был какой-то сумасшедший и сразу вниз начал давить! Похоже, что сом! Это они так любят вести себя! А ну-ка! Надо приподнять, что оно там клюнуло у меня! Сом или очень крупный жерех? Ну, вряд ли жерех, вряд ли, вряд ли! И вот обратите внимание на технику ловли! Я делаю заброс, приманка у меня только приводнилась, а я уже начинаю проводку! Прямо мгновенно! Не теряя ни доли секунды! Потому что жерех рыба скоростная, атакует очень быстро! И если атака произойдет в тот момент, когда у вас приманка упала в воду, но душка катушки еще открыта, можно получить холостую поклевку и не поймать рыбу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова